От острица можно ожидать всякого, только бы не собаки, а только бы не собаки. Если немцы пустят собак, нам можно не спастись. Там ручей можно вместить с людьми. Ходель, Ходель. Ушли. Ушли. Семь месяцев мы не имели возможности показывать эту работу, потому что в ней участвовали артисты из разных стран. Нази Магалашвили из Грузии, Дмитрий Покляков из Украины. То есть у нас такой интернационал получился. И когда закрыли границы, конечно, все стало очень тяжело. Но, собственно, и показывать-то было. Мы все сидели по домам, как все помнят. И 10 спектаклей, по-моему, 11 даже спектаклей мы покажем в ноябре. И, возможно, это будет последний показ этого проекта. Так что все, кто еще не видел этой интересной, на мой взгляд, работы музыкальной и драматической, я приглашаю в театр. Материал, он наш, он ценный для театра. Мне кажется, он ценный и в человеческом смысле. Дмитрий Макляков, который играет в спектакле «Безумца», чувак с гитарой такой, он композитор, автор песен. И он специально написал и музыку, и стихи, песни для нашего проекта. Так что во всех смыслах это уникальный проект. Всего 9 песен, и плюс какие-то такие музыкальные еще, вот просто, ну, сказать, фоновые, да, атмосферные такие вкрапления, которые сопровождают всю эту историю. Вот. А насчет вдохновения – это такой всегда странный вопрос. Всегда кажется, что ничего тебе не получится, а потом вдруг. Ну, в данном случае мне, я так самоуверенно могу сказать, ну, и судя по реакции зрителя, что все получилось. Вот. В каком-то мере это была работа, возможно, на сопротивление, поскольку мне не очень нравилось изначально материал. Вот. Не хочу никого там, ничьи вкусы обидеть. Но в итоге вот в голове у меня, или даже где-то там глубже головы, все пазлы сошлись. Наше время и соединить с тем временем наше видение, с тем видением. И как бы две истории родили эту третью музыкальную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова